Старый деятель нашей партии Лидия Фофанова, рассказывая о пребывании Владимира Ленина у неё на конспиративной квартире в Петрограде в 1917 году, в октябре, вспоминает. В столовой над силожом с книгами висела большая фотография Веры Фёдоровны Комиссаржевской. Владимир Ильич спрашивает, почему у вас висит портрет Комиссаржевской? Во-первых, она была моей любимой актрисой. Во-вторых, мне пришлось с ней познакомиться в годы реакции в 1907 и 1908 годах. У меня к ней были поручения по сбору денег для товарищей. Она никогда не отказывалась. Это был, безусловно, протестующий интересный человек. «Да, я знаю, что Вера Фёдоровна помогала в сборах для партии. Таких людей нельзя забывать. Вы правильно её оценили. Возьмём власть, отдадим им должное». Я показал Владимиру Ильичу журнал «Солнце России», номер которого весь был посвящён Комиссаржевской. Владимир Ильич сказал, что он его уже просматривал. Помню, что в Москве ещё раз был разговор о Комиссаржевской. Это было в 1918 году. Владимир Ильич показывал мне проект постановления, где говорилось о постановке памятников замечательным людям. И в том числе и Вере Фёдоровне Комиссаржевской. 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 Вся мятеж и вся весна, сказала комиссаржевская Александра Кулакова. Адвокатам униженных и оскорбленных, защитницей прав человечков, особенно прав женщин, называл комиссаржевскую воду. Молодежь звала ее солнцем, писала Александра Калантова. Дать вам тему из моей жизни? Сделать это так мне представляется трудно, почти невозможно. Все счастливое пролетело так быстро и было так просто, что не подыщешь слов, какими бы можно дать об этом представлении. И все тяжелое, хоть и оставилось лет навсегда. Но отодвинутое временем уже не кажется таким сложным и единственным, как в то время, когда барахтался в нем и не видел исхода. Мне сейчас вспомнилось откуда-то. Наша жизнь есть вечность и мгновение. Мы же порой в мгновение проживаем вечности. Так вот, если бы в одно из таких мгновений я впустила вас в свою душу, то, наверное, вы извлекли бы оттуда массу глубоко драматического. Так писала она своему другу, режиссеру Императорского Александринского театра Евтихию Павловичу Карпову. «Розе». Маленькая Розе из пьесы Зудермана «Бой бабочек». Эту роль она выбрала для своего бенефиса на сцене Виленского театра в антрепризе «Незлобина». Через год, в 1896 году, она дебютировала в этой роли на сцене Императорского Александринского театра в Петербурге. Через 14 лет в далеком Ташкенте, уже смертельно больная, она играла всю ту же Розе. Играла в последний раз в своей жизни. И когда бы она не играла Розе, где бы не играла, всегда и всюду люди смеялись, лакали, аплодировали, кричали и не хотели расходиться после спектакля. Страдание было темой ее искусства. Она раскрывала столкновение молодой души с грязью и подлостью буржуазного мира. Луначарский писал о ней. Если комиссар Ржевская и давала момент счастья, взрыв радости, то, в сущности говоря, это всегда бывало так, как у Розе. Как бы маленькая пестрая бабочка Розе не хохотала, полуопьяняясь от сладкого вина, жизнь за углом подстерегается своим капканом. Чеховская чайка на премьере в Александринском театре провалилась. Монолог Нины из первого акта. Люди, львы, орлы и куропатки. Был встречен жирным, глупым хохотом. Что ж, гостинодорская публика, собравшаяся на бенефис своей любимицы, комической актрисой Ледкиевой, она в чайке не участвовала, только и ждала случая, чтобы повеселиться в сладь. Публика не поняла Чехову. Да и сами актеры не поняли его. Все, кроме Комиссаржевской. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так старилась, отдохнулся, отдохнулся, отдохнулся. Схвячайка. Нет, не то. Я актриса. Ну, да. Ну, да, ничего, да. Он не верил в театр, все смеялся без моими мечтами. И мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом. А тут забота и любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, уничтожной. Играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Нет. Не то. Помните, вы подстрелили чайку. Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Это не то. А в чем я? Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом, пьяни на сцене, и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком. Все хожу, думаю, чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле все равно играем и на сцене или пишем. Главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть, умею нести свой крест и верую. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Супри свою дорогу и знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не понимая, зачем и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание. Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещаете? А теперь уже поздно. Я еле на ногах стою, мне хочется есть. Останьтесь. Я вам дам поужинать. Нет, нет. Не провожайте, я сама дойду. Лошади мои стоят близко. Значит, она привезла его с собой. Что ж все равно. Когда увидите Тригорина, не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю, люблю. Страшно, да, отчаянно. Я люблю. Хорошо было при этом, помните? Какая ясная, чистая, теплая, радостная жизнь. Какие чувства. Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы, орлы и куропатки, Рогатые олени, гуси, полки, Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, Морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, все жизни, все жизни, Свершив печальный круг, пугай. Уже тысячи веков, как зля, не носит на себе ни одного живого существа, Эта бедная луна напрасно зажидает свой поля. На лугу уже не просыпаются с криком журавей, А изких жуков не бывает слышно в липовых рощах. Милый Антон Павлович, Ваша, нет, наша чайка, Потому что я сросла с ней душой навек. Жива, страдает и верует так горячо, Что многих уверовать заставит. Думайте же о своем призвании и не бойтесь жизни. До сих пор я, как сейчас, Вижу перед собой комиссар Жевскую в Нине И никогда не забуду ее в этой роли. Никто так верно, так правдиво И так глубоко не понимал меня, как Вера Федоровна. Чудесная актриса. Насколько было бы лучше, Если бы было больше женщин, сильных духом и телом. Но как этого достичь, вот в чем вопрос. Как в этой мерзкой, отвратительной, безотрадной жизни Полной таких неразрешимых противоречий. Как не упасть в борьбе, Выпадающей на долю каждого мыслящего и чувствующего человека. По-моему, если возможно найти более или менее нравственное удовлетворение, То его должны находить люди, Отрешившиеся, насколько возможно, от личной жизни, Для чего-нибудь более высокого. Несомненно, им очень нелегко. На их долю выпадает масса страданий. Но они, наверное, не упадут от первого толчка судьбы, На которой она так щедра. Не опустят руки, встряхнутся и идут опять вперед. Ради далеко-далеко светящегося огонька. Пусть они одни видят этот огонек. Пусть они не дойдут до него, но он им светит. Дает силу, веру, с которыми они сделают. Один больше, другой меньше, но сделают хотя что-нибудь. Это письмо написала 24-летняя Комиссаржевская. А на сцену она впервые вступила только пять лет спустя. В Парижской галерее изящных искусств есть знаменитая статуя. Она была последним произведением великого художника, Который, подобно многим гениальным людям, жил на чердаке, Служившем ему мастерской и спальней. Когда статуя была почти совсем готова, Ночью сделался в Париже мороз. Скульптор не мог спать от холода И думал о том, что глина не успела еще высохнуть, Что вода в ее порох замерзнет, И в один час статуя будет испорчена И разрушится мечта его жизни. Тогда он встал, закутал статую своим одеялом. На следующее утро скульптора нашли мертвую, Зато статуя была невредима. Вот как надо любить свое дело. Это письмо, адресованное талантливому, Но жадному до суетных успехов артисту, Вера Федоровна писала в свой первый сезон пребывания на сцене. Я до боли ищу всегда, везде, во всем прекрасного, Начиная, конечно, с души человеческой, И найдя это прекрасное, Увидя эту искру, Я не только готова простить все остальное, Но себя, всю себя готова отдать без размышлений, Чтобы раздуть эту искру в пламя. Но есть одно свойство человеческое, Не порок, а прям свойство, Исключающее всякую возможность присутствия этой искры. Понимаете? Вполне исключающее. Это пошлость. Она только начинала тогда. Безвестная маленькая актриса, Взятая на водевильные роли с пением, Пришедшая на провинциальную сцену в том возрасте, Когда по всеобщим понятиям, И начинать-то было уже слишком поздно. А он знаменитый герой-любовник, Кумир публики, Красавец Рощин-Инсаров. Так она начинала, Так прошла она всю свою жизнь. Я по природе своей Обязательно должна сочувствовать своей героине, Иначе играть не умею. Мне каждую роль надо Оросить кровью своего сердца. Говорите потише, муж дома. И пусть его. Что вам нужно от меня? Я пришел только узнать, Как у вас обстоят дела. Я все время думал о вас. Ростовщик, кричкотворный, Словно, такой человек, как я, Тоже не лишен того, Что называется сердцем. Так и докажите это, Подумайте о моих маленьких детях. А вы с вашим мужем подумали о моих? Ну, да теперь все равно. Я пришел сказать вам, Что вам не стоит принимать Так близко к сердцу это дело. Я не буду возбуждать против вас Судебного преследования. Не правда ли? Я знала. Что вы, что вы, что вы сюда? Что вы, все еще можно покончить миром. Незачем впутываться до людей. Это останется между нами троими. У меня в кармане письмо к вашему мужу. И там все сказано? В самых мягких выражениях, Насколько возможно. Это письмо не должно дойти до мужа, Разорвите его. Я найду все-таки выход. Добуду денег. Судариня, вы меня не поняли. Я не возьму денег с вашего мужа. Чего же вам нужно? Я хочу подняться, Судариня. Хочу, чтобы меня снова приняли в банк. Для этого вашему мужу придется создать для меня особую должность. Никогда он этого не делает. Сделает. Я его знаю. И пикнуть не посмеет. Тогда вы посмотрите, Судариня. Не пройдет и года. Я буду правой рукой директора. Никогда вы этого не дождетесь. Может быть, вы... У меня хватит духа. Вы меня не испугаете, Судариня. Такая нежная, избалованная дамочка, как вы. Увидите, увидите. Под лед, может быть. В ледяную и черную глубину? А весной всплыть обезображенной, неузнаваемой, с вылезшими волосами? Вы меня не запугаете. А вы меня. Таких вещей не делаете, Судариня. Помните. Я все равно буду властью над вашим мужем. Он будет у меня в руках. Как? И после того, когда меня уже... Вы забываете, что тогда я буду властью над вашей памятью. Уходят. Нет, нет. Это было бы невозможно. Что-то раздумывает. Ну, живет. Письмо в ящике лежит там. Теперь нам нет спасения. Ну, где поможем? Зачем тебе туда? Только взглянуть не отнеси. Нет, нет, не надо, Торвальд. Ну, что это? Торвальд, я прошу тебя. Там ничего нет. Что еще? Я не могу. Летать завтра, если не прорепетировать с тобой. Садись же. Играй. Садай. Пожалуй, тому, кто не видел эту Тарантеллу, покажется сомнительным, чтобы таким простым рисунком танца можно было передать глубину бурных переживаний Нора. Между тем, Комиссаржевская достигала это. Ступни быстро прочерчивали движение в площадке, и казалось, что из-под них непрерывно вспыхивали искры. А в широко открытых глазах был ужас и какой-то мрачный восторг. Кто бы посмел аплодировать? Артистке был такой Тарантелл. Вчера студент вскочил на сцену и сказал мне, боже, как это было хорошо. Он говорил, а слезы лились у него из класса, потом я ничего не видал, никого. Я только думала, за что же это все, за что? Он сказал, в конце улетает наш жаворник, летишь наш, дорогой, дальше, дальше, петь свои песни добра, красоты. И это мне, мне. Какой неоплатный долг души. Я ехала домой одна совсем, и я не знаю, что было со мной, знаю только, что если из таких чувств не вырастет что-нибудь очень большое, значит, я не должна жить. Нет, это ведь не успех делает, и никто в мире не подозревает даже близко, как я холодна там, внутри, к успеху. Нет, это не то. Я первый раз почувствовала все, что есть лучше в этой толпе, в этих душах. Сейчас трепещет, плачет, радуется, молится, и все это сделала я. И вот тут-то и ужас перед мыслью, нет ни мыслью, а ответственностью души и недостойностью своей. Твои письма к Ходотову, актеру Александринского театра, она часто подписывала так, ваш свет. Вы помните сказку о царе Салтане? Помните, как сын царя Салтана, которого пустили в море в засмоленной бочке, В один прекрасный день встал в бочке, потянулся, вышиб дно и вышел прочь. Мне кажется, в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда надо потянуться, встать и выбить дно. Но одни его пропустили, другие не заметили, третьи кто сознательно, кто бессознательно, заставили замолчать в себе это требование. А вот по какому-нибудь случаю выпадет минута, когда прислушаешься к себе, и вдруг она совпадет с тем моментом, когда требование это заглушило все голоса, все кругом что-то не то. Это не то ни в других, а в тебе. Не так все надо, все иначе надо потянуться, встать. А если дно окажется крепче головы? Но секрет, вероятно, в том, чтобы не бояться. Пока боишься за свою голову, ничего не пробьешь. Из дневника директора императорских театров Теликовского. Сегодня я написал письмо комиссаржевской, в котором выразил мое огорчение по поводу ее ухода и просил ее еще подумать и повидать меня до окончательного отъезда. Все же уход ее довольно странен, и мне положительно непонятен. С протестом всего моего существа против своей деятельности я жить не могу. Оттого я и ухожу из императорского театра. Обвинять именно театральную дирекцию не время. Именно теперь, когда комиссаржевская знает, что старается изменить порядок вещей. Вы спрашиваете меня о причинах моего ухода и выражаете надежду на то, что переговорив, мы могли бы устранить влияние этих причин. Причина только одна. Я хочу работать. Оставаться там, где почему бы то ни было мои силы не утилизуются, я не нахожу для себя возможным. Мне кажется, что взятая на себя комиссаржевской роль служить искусству и ему одному, ей не под силу. Комиссаржевская решила делать то, что в Европе делают гастролеры. Но они открыто заявляют, что играют за деньги и играют то и там, где это выгодно. Лучше бы и комиссаржевской так говорить, а не обвинять дирекцию. Антон Павлович, здравствуйте. Вы, конечно, забыли, что я есть на свете, а я существую, да еще как. Вы, вероятно, слышали о моей затее открыть в Петербурге театр. Я делаю эту глупость, как называют это мои друзья. Я не могу, не хочу думать о том, как это называется. В моей душе сейчас такой прилив энергии, жажда дать ей что-нибудь типучее по-любимому, что я иду. Иду одна. Иду с верой. С той верой, которая, если разобьется, убьет во мне все, с чем только имеет для меня смысл в жизни. Почему-то мне вспомнилась одна грустная песенка. Ее бывало пели прачки в заведении моей матери. Ты, родная моя матушка, пожалей меня несчастную. Тяжело мне у чужих людей, и в злой неволе сердце высохло. Моя мать всю жизнь работала. Какая она добрая была, какая веселая. Ее все любили. Она сделала меня образованной. А вот мне неловко жить. Мне кажется, что я зашла в чужую сторону, к чужим людям, и не понимаю их жизни. Не понимаю я этой нашей жизни. Она, мне кажется, непрочная, неустойчивая, поспешно сделанная на время, как делается на ярмарках балагана. Эта жизнь точно лед над живыми волнами реки. Он блестит, но в нем много грязи. Когда я читаю честные и смелые книги, мне кажется, восходит горячее солнце правды. Лед тает, обнажает грязь внутри себя, и волны реки скоро сломают, его раздробят, унесут куда-то. Мне кажется, всю жизнь я любил вас. Еще не видя, не зная, любил. Вы были женщиной моей мечты. Тем дивным образом, который создается еще в юности, потом его и ищут, иногда всю жизнь и не находят. А я вот встретил в вас мечту мою. Павел Сергеевич, не надо об этом. Я не люблю вас, нет. Позвольте мне сказать. Зачем? Ну, это кончено. Как-то все просто. А я так долго хотел сказать вам об этом. Я с волнением думал о том часе, когда я скажу вам, что люблю вас, и вот сказал. Ну, Павел Сергеевич, что же я могу сделать? Да, да, конечно, я понимаю. Вы знаете, на вас, на ваши отношения ко мне я возложил все мои надежды. И вот их нет, и нет в жизни для меня. Сеет и давит мне одно неисполненное обещание. В юности моей я дал клятву себе и другим. Я поклялся, что всю свою жизнь посвящу борьбе за то, что мне тогда казалось хорошим, честным. И вот я прожил лучшие мои годы. И ничего не сделал. Ничего. Вы видите, как я искренне говорю. Не решайте меня радости быть искренним. Мне стыдно говорить, но в этом стыде есть горькая сладость и исповедь. Что я могу сделать для вас? Не люблю и прошу жалости. Жизнь пугает меня настойчивости своих требований. Я постоянно ухожу от них, прячусь за ширмой разных теорий. Я встретил вас, и сердце мое вспыхло надеждой, что вы поможете мне исполнить мое обещание, что вы дадите мне силу и желание работать для блага жизни. Я не могу. Поймите вы, я не могу. Я сама в недоумении перед жизнью. Я ищу смысла в ней и не нахожу. Разве это жизнь? Разве можно так жить, как мы живем? Вокруг нас проклятая суета, все чего-то боятся, хватаются друг за друга, просят помощи. Я прошу помощи. Я теперь слабый, нерешительный человек, но если бы вы захотели... Неправда, не верю я вам. Я не верю, что где-то вне человека существует сила, которая может перерождать его. Или она в нем, или ее нет. Я не буду больше говорить. В душе моей растет вражда. Ко мне? За что? Ну нет, не к вам, ко всем. Мы живем на земле чужие всему, мы не умеем быть нужными для жизни людьми. И мне кажется, что скоро, завтра придут какие-то другие, сильные, смелые люди и сметут нас с земли, как ссор. В душе моей растет вражда ко лжи, к обманам. А я хочу быть обманутым. Вот я узнал правду, и мне нечем жить. Но не будьте так жестоки. Ведь вы тоже больной, раненый человек. Раненый не болен. Болен тот, кто отравлен. Ну пощадите. Ведь человек же я. А я? Я разве не человек? Я только что-то нужное для того, чтобы вам лучше жилось. Я вижу, знаю, вы не один давали в юности клятвы и обещания. Вас, может быть, тысячи, изменивших своим клятвом. Первый спектакль лучший день моей жизни. Никогда я не испытывал, едва ли испытая когда-нибудь в такой мере, и с такой глубиною свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы, публикой, готовый на все безумие, если бы только кто-нибудь шип не умрет. Безумству храбрых поем мы песни, Безумству храбрых поем мы славу, Безумство храбрых Вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами Истек ты кровью, Но будет время, И капли крови твоей горячей Как искры вспыхнут Во мраке жизни, И много смелых сердец Зажгут безумной жаждой Свободы, Света, Безумству храбрых Поем мы песни. В 1905 году Комиссаржевская была увлечена политикой, выступала с речами на митингах и таким волнующим голосом выкликала долой самодержавия, что слушатели хоть сейчас на баррикады. Это из воспоминаний Александра Николаевича Тихонова, псевдоним его А. Серебров, друга и помощника Горького по издательским делам. Когда я вошел в гостиную, Комиссаржевская задумчиво перебирала клавиши рояда. В руках у меня было привезено из Москвы письмо к ней от Леонида Борисовича Красина, члена ЦК большевиков, у которого я заставил под началом по части подпольной техники и сбора денег для партии. Вы давно видели этого деспота? Что он все такой же в воскресенье? Она, как и Наташа Ростова, любила неожиданные сравнения. Мережковский скушен, как понедельник. Горький, нечетный и ни на что не делится. Белому она сказала, вы синий и невнимательный. Просит устроить благотворительный концерт в пользу партии. Рекомендует вас с помощником. Он вам ничего не рассказывал про наш концерт в Бакуне. Леонид Борисович был там инженером, а я гастролировала. Пришел ко мне, никогда я его прежде не видела. С первого слова выривали санерка, я растерялась, ничего не могла ответить, только головой кивнула. В таком случае сделайте вот что, и таким тонным, словно я ему подчиненная. В Баку меня любят, начальник жандарма, мой поклонник. У него в квартире мы устроили концерт, закрытый только для богатых. Я пела, читала, даже танцевала тарантеллу. Успех полный. В антракте мне поднесли букет из ста рублевок. Леонид Борисович красивый, во фраке, понюхал букет. Смеется, хорошо пахнет, и мне на ухо типографской краской пахнет. Дело-то в том, что сбор с концерта шел на подпольную типографию. Мы подошли к самым трудным страницам жизни кроссажирской. Ее театр в пассаже не пережил поражение революции 1905 года. Тот театр, который открывается 10 ноября 1906 года в новом здании на офицерской с новой труппой, во главе которой стал молодой режиссер Всеволод Ильич Мирхольд, этот театр был уже совсем другим театром. Но ведь и время было уже другое. Сложное, тяжелое время реакции. Мгновение счастливого содружества комиссаржевской с Мирхольдом. Сестра Беатрисы из пьесы Миттерлинка. Бляклы, золотисто-голубые тона декораций художника Судейкина, словно старинные выцветшие гобелены под фрески джотто и полотна Боттичелли, и серо-голубые фигуры монахинь, застывшие как скульптуры. И лишь одна Беатриса комиссаржевская была живая среди этих застывших фигур. Давно-давно, двадцать лет, сестра Беатриса бежала из монастырских стен вместе с любимым. И все эти двадцать пять лет святая Дева Мария, сошедшая со своего пьедестала, заменяла ее в кругу монахинь. Сегодня старая больная Беатриса вернулась в монастырь. О, матерь, вот я здесь. Не оттолкни меня, я в мире одинока. Я так к тебе рвалась, пришла же слишком поздно. Глаза мои тускнеют, и я почти не вижу твоей улыбки кроткой. Не в силах я молиться. Мне трудно говорить, и чтоб сказать всю правду. Я плакала так много, что с давних пор не в силах я больше слезы лил, что наделали любовь и грех, и все что счастьем зовется у людей бог. Если бог не хочет, чтоб человек был счастьем, меня зато простит он, что счастья я не знала. теперь сюда вернулась и ничего не жду. Нет больше сил для жизни. Я здесь, умереть в святом любимом доме, коль мне позволят сестры там, в городе. соблазн моей печальной жизни был так велик, что сестры узнали обо всем. Нет, им не все известно. И ты, кто знает все едва ли, и ты узнаешь все зло, что заставляли меня свершать все муки, что там я испытал. Я расскажу. Я расскажу им всем о горестях любви. О горестях любви. Душа ее была как нежнейшая скрипка. Она не жаловалась и не умоляла, но плакала и требовала, потому что она жила в то время, когда нельзя не плакать и не требовать. Живи она среди иных людей в иное время и не на мертвом полюсе, она была бы, может быть, вихрем веселья, она заразила бы нас торжественным смехом, как заразила теперь торжественными слезами. Александр Блок из речи, посвященной памяти комиссар Женской. Во вселенной страшной и огромной ты была как листик в водопаде и блуждала странницы бездомной с изумлением горестным во взгляде. Ты дышать могла одной любовью, но любовь таила скольп и муку. О, как быстро обогряешь кровью с нежностью протянутой руки. Ты от всех ждала участия, жадно, все обиды как дитя прощала, но в тебя вонзились беспощадно острые бесчисленные жала. И теперь ты брошена на камни, как цветок измолотой потоком. Бедная былинка, ты близка мне мимо увлекаемому роком. Валерия Брюсов, сентябрь-октябрь 1907 года. Она звала Брюсова строить вместе с ней новый театр. Но у поэта была своя дорога. Они встретились и разошлись. А в ней еще жило веселье. Уже зрело решение оставить театр навсегда. А она играла во время своих последних гастролей лукавую солнечную мирандолину. Сеньор! что вам мирандолина? Прости. Идите сюда. Вы требовали счет. Я приготовлю. Давай сюда. Вот он. что с вами? Вы 24? Нет, пустяки. Это дыма. Попал в глаза. Дым? Да. В глаза. Ну, ладно. Сколько там в счете? 20 полу. Почему так мало? За 4 дня 20 полу. Так получается. А те два добавочных блюда они стоят в счете? Простите, сеньор. То, что я предлагаю как угощение, я в счет не ставлю. Ах, так это было угощение. Простите, мой смелый сеньор. Примите это как знак. Ой, ой. Да что с вами? Не знаю, что. дымом или чем-то другим разъела глаза. Да, но мне было неприятно бы, если бы это случилось из-за меня, когда вы готовили столь замечательные блюда. Если бы это было так, тогда я терпела бы с радостью. Ох, если я не уеду, ну, ладно. Вот здесь два дублона, возьмите их, знак моей любви, и простите меня. Ох, мирандолина. Без чувств. Мирандолина. Неужели влюбилась меня? Боже, как ты хороша. Ах, если бы у меня хоть что-нибудь, чтобы привести ее в чувство. Не вожу себя с бабами, нет у меня ни солей, ни спирта. Мирандолина. Эй, кто-нибудь, скорей! Мирандолина. Мирандолина. не пришла в себя еще. Я здесь, радость моя, здесь, не волнуйся, я уже никуда не уеду. Вот принес вам шпагу. Пошел вон! Убирайся, будь ты проклян! Пошел вон, я разбожу тебе твою голову! Ну вот, сердце его вспыхнуло, запылало и степелилось. И да сослужит это посрамлению всех мучин и славе женского пола. В труппе театра. По окончании этой поездки я ухожу совсем из театра. Надолго ли, навсегда ли, зависеть это будет не от меня. Я ухожу потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас, перестал мне казаться нужным. И путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным. Тем из вас, кому дорог во мне художник, я хочу сказать еще, что художник этот уходит из театра с душой полной веры в будущее, в новые возможности, с душой полной и больше, чем когда-либо ясной, твердой веры в неиссякаемость, достижимость, истины, прекрасную. И когда бы, и как бы тихо вы ни постучались в эту душу, она услышит вас и откликнется на зов ваш 15 ноября 1909 год. Андрей Белый обронил. В жесте ухода ее было нечто от педсмертного жеста Толстого. в ней гастроли ее в Москву осенью 1909 года. Еще не знали, что комиссаржевская оставляет театр, но ее игра поражала каким-то жутким одиночеством. Страшен полет в одиночестве. Сжималось сердце. Нет, не долетит чайка с подстреленным крылом. Семи лет всего комиссаржевская не дожила до революции. Чайка не долетела до нового берега. Но ее полет, ее устремления были к этому берегу. Она пала мертвой на лету на пути к нам. Из воспоминаний театрального критика Сергея Дурлинина. Во вселенной вечным и неизменным остается один лишь дух, чайка. Самарканд, 16 января 1910 год. Это была последняя в ее жизни телеграмма. Она отправила ее в студенческому кружку имени Чехова по случаю 50-летия со дня рождения писателя. Через 10 дней уже больная госпой она играла свой последний в жизни спектакль «Бой бабочек». Через две недели ее не стало. Ее похороны, собравшие тысячи народа, были воистину гражданскими похоронами. «Бесконечная цепь из рук студентов, рабочих, курсистов вообще из публики окружала гроб. Лента-полесниц с венками из разных городов следовала за ним. Вечную память пели тысячи голосов по пути к Невской лавре, кладбищу, которую так любила Вера Федоровна». Из воспоминаний Николая Ходотова «Комиссаржевская словно резанула по живому телу публики своей болью. Страшная близость жизни, страшное совпадение тех, что смотрели и служили, и той, что играл. Из праха ее вырастут чистые, светлые, как ландыш, цветы театра. В это мы должны верить. Не можем не верить. Из статьи театрального критика Кугеля «Пришла порою полуночной на крайний полюс в мертвый край. Не верили, не ждали точно, не таял снег, не верил май, не верили, а голос юный нам пел и плакал о весне, как будто ветер тронул струны там, в незнакомой вышине, как будто отступили зимы, и буря твердь разорвала, и струнно плачут серафимы, над миром расплескав крыла. Но было тихо в нашем склепе, и полюс в хладном серебре ушла от всех великолепий вот только крылья на заре. Что в ней рыдала, что боролась, чего она ждала от нас, не знаем. Умер вешний голос, погасли звезды синих глаз. Да, слепы люди, низки тучи, и нам ли ведать торжества, залег здесь камень белгорючий, растет у ног лакун трава. Так спи, измученная, славой, любовью, жизнью, клеветой, теперь ты с нею, с величавой, с несбыточной твоей мечтой. А мы, что мы на этой тризне, что можем знать, чему помочь? Пускай хоть смерть понятней жизни, хоть погребальный факел в ночь, пускай хоть в небе вера с нами. Смотри сквозь тучи, там она развернутая ветром знамя, обетованная весна. Стихотворение Александра Блока в памяти Веры Федоровны Комиссаржевской. Вороните меня, называйте меня сумасшедшей, но я как-то чувствую, знаю, что никогда не умру. Я вечно буду жить. Стихотворение 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 Стихотворение